Дорогие друзья, ко мне часто обращаются со следующим вопросом, как к йогатерапевту, как к остеопату. Люди спрашивают, а что вы можете сказать о том или ином упражнении? И упражнений, как вы знаете, огромное количество. И для того, чтобы понять, какое упражнение хорошее, какое плохое, какое действительно полезное для нашего позвоночника, какое может навредить, мы должны основываться на принципах правильного подхода к позвоночнику. Итак, чтобы понять, подходит нам это упражнение или нет, приносит оно здоровье и, наоборот, портит наш позвоночник, нужно лишь рассмотреть, не входит ли это упражнение в число пяти вредных и опасных движений тела. Итак, первое движение тела, которое является вредным и опасным, это скручивание позвоночника. Это упражнение, как ни странно, как ни горько, часто дается на занятиях по йоге, в различных фитнес-клубах, когда люди садятся на пол, сгибают ногу в колени, заводят локоть за колено и делают сильное движение, сворачивая, скручивая позвоночник в сторону. И что движут такие люди, непонятно, потому что с точки зрения анатомии позвоночника, это самое вредное и опасное движение, которое только может быть в нашем позвоночнике. И любой человек, который более-менее разбирается в анатомии, никогда не будет делать таких ошибок. И сейчас мы с вами рассмотрим на макете позвоночника, как же влияют эти движения на нашу спину. Итак, первое движение, скручивание позвоночника. Никогда не делать эти движения. Когда мы делали запись по поводу йоги в быту, мы также говорили о том, что ни в коем случае нельзя делать скручивание позвоночника, особенно отягощенные подъемом какой-либо тяжести. И вот точно так же на наших занятиях не должны быть эти упражнения. Что происходит в момент скручивания позвоночника? Сейчас я вам покажу на макете, который наглядно покажет нам это движение. Итак, сейчас я вам покажу, что происходит в позвоночнике в момент его скручивания. Самым уязвимым местом нашего позвоночника являются вот эти корешки нервов. Радикулы. Откуда известны названия радикулит, воспаление спинномозгового корешка нерва, который выходит из так называемого форуминального отверстия нашего позвоночника. Форуминальное отверстие позвоночника образовано корнями дуг верхнего и нижнего позвоночника. И при скручивании позвоночника мы видим, что одна часть форуминального отверстия смещается по отношению к другой. Это очень хорошо видно на примере позвоночника. И что корень дуги нижнего позвонка при повороте начинает прижимать и давить на выходящий из позвоночника нерв. И если мы раз за разом выполняем это движение, то рано или поздно мы повредим корешок спинномозгового нерва. И в этом случае мы будем испытывать очень болезненные ощущения. Таким образом скручивания нашего позвоночника должны быть исключены из нашей практики. К чему еще может привести скручивание позвоночника? Также самым тонким и уязвимым местом нашего позвоночника являются так называемые мелкие фасеточные суставы. При взгляде на позвоночник мы можем увидеть этот сустав. Вот, к примеру, мы берем с вами грудной позвонок и поясничный, синий и зеленый. И видим, что в одном месте эти позвонки соединяются вот этими маленькими дугами. Вот это и называется фасеточный сустав. И часто, наверное, вы слышали такое заявление, что ваш позвонок сместился. На самом деле позвонок сместиться никуда не может. Может быть для кого-то это станет открытием. Потому что тело позвонка соединено с другим телом позвонком посредством межпозвонкового диска. И межпозвонковый диск срощен с телами вверхлежащего и нижлежащего позвонка. Поэтому представьте, что у вас два металлических цилиндра, которые склеены между собой твердой резиной. И эти позвонки за счет удержания этой прокладки никуда по отношению друг к другу сместиться не могут. Но, тем не менее, некие изменения в суставе происходит, в суставе позвоночника. И происходят они именно как под выех мелких фасеточных суставов. То есть тело позвонка сместиться по отношению к другому не может, но может произойти под выех фасеточного сустава. Я покажу на примере позвоночника. Если мы часто делаем скрутки, в этом случае мы рано или поздно ослабляем связочный аппарат нашего позвоночника. Связка как резинка. Если мы их постоянно тянем, то рано или поздно они теряют свой изначальный размер и становятся перерастянутыми. И тогда они уже не могут плотно стягивать позвонки друг к другу. В чем, собственно говоря, и их функция. То есть само слово связка происходит от глагола связывать. Если мы периодически с вами проводим вот такие движения, как скрутка, мы связки растягиваем. И тогда позвоночник теряет свою стабильность. При скручивании может произойти следующее неприятное дело. Значит, эти позвонки могут сместиться по отношению друг к другу. То есть один мышечный сустав может зайти за мышечным другого. И в этом случае мы получаем с вами подвыдох фасеточного сустава. Который, кроме как мануальной помощью, никак нельзя привести в исходную позицию. Таким образом скрутки являются очень вредными и опасными движениями. Следующим вредным и опасным движением являются наклоны в сторону. Которые также часто используются на практиках йоги, в различных фитнес-клубах. Чем опасно это движение? У меня был такой случай в жизни, когда одна женщина, выполняя на йоге наклон в сторону, сделала ее в одну сторону, затем сделала в другую. И, собственно говоря, так в этом положении осталось. Что произошло? Выйти из этого положения уже удалось только с посторонней помощью. То есть у ней произошло так называемое защемление. А говоря правильным языком, подвыдох фасеточного сустава. Который, кроме как мануальной практики, исправить не было возможно. То есть при боковом наклоне мы можем с вами наблюдать точно такую же картину, как и при скручивании позвоночника. При слишком сильном и активном боковом наклоне у нас может произойти подвыдох и защемление корешка спинномозгового нерва. Поэтому боковые наклоны также являются вредными и опасными движениями. Если мы делаем прогиб, то мы видим на макете, диаметр фораминального отверстия начинает экстремально уменьшаться. И мы получаем колоссальный риск повреждения корешка нерва. В противовес этому наклоны, особенно тот наклон, который мы показывали в нашей практике, который вы видите также на этом диске, Наклоны в рот способствуют раскрытию позвоночника. Раскрытию, как вы видите сейчас на позвоночнике, диаметр этих отверстий увеличивается. И наклоны вперед, в отличие от прогибов назад, не защищены никакими механизмами нашего позвоночника. Поэтому прогибы назад являются крайне вредными и опасными движениями. В то же самое время наклоны вперед, не ограниченные никакими механизмами, являются полезным движением, которое помогает освободить корешки спинно-мозговых нервов. Следующее опасное и вредное движение является пассивное растяжение позвоночника. Меня иногда спрашивают, Титар Михайлович, скажите, пожалуйста, а висеть на турнике полезно? И как аргумент приводит следующее. Я повисел, я чувствовал напряжение в спине, немножечко повисел на турнике, и мне стало легче, и напряжение ушло. Говорю вам, как есть, висеть на перекладине крайне вредно. Почему вредно? Сейчас вам объясню, опять-таки, на макете позвоночника. Даже несмотря на то, что после этого виса вы получаете некоторые облегчения в спине, тем не менее, оно остается вредным и опасным упражнением. Наш с вами позвоночник является не только основой нашей костной системы, но также он является своего рода сейфом для спинного мозга, который проходит внутри позвоночника. И спинной мозг имеет строго фиксированную длину. Примерно 42 см у женщин и 47 см у мужчин. 45-47 см. Так вот, при слишком активном вытяжении позвоночника, например, мы повисли на перекладине, мало того, что на позвоночнике висит спина, так на ней висит еще таз и ноги, которые представляют собой большую часть веса нашего тела, наш позвоночник начинает экстремально растягиваться. Что происходит внутри позвоночника? Появляется угроза разрыва нерастягивающегося спинного мозга. Что делает наш мудрый организм? Он дает команду мышцам заблокировать место наибольшего растяжения. И когда мы с вами спрыгиваем из турника, мы чувствуем, что спина наша немножечко вытянулась, и нам как будто бы стало легче. Но следующая волна спазмов накрывает нас с большей степенью, чем предыдущая. Потому что организм рано или поздно заставит эти мышцы заблокировать наш позвоночник, и тогда мы получим с вами крайнее напряжение и спазма спины. То есть, другими словами, чем больше мы с вами растягиваемся таким висом, тем больше наша спина блокируется, тем больше мы получаем спазма в нашей спине. Следующее, пятое вредное упражнение является упражнение, связанное с инерционными движениями. Что это такое? Это когда мы резкими быстрыми движениями начинаем выполнять какие-то упражнения. Например, закидываем руку, закидываем ногу, начинаем быстро вращать корпус с некой инерцией. Почему это движение относится к категории опасное движение? Наше тело имеет некую систему защиты. То есть, если я, например, своим движением руки, своих мышц, попытаюсь повредить сустав, то как бы я ни хотел, это не получится. То есть, я свои мышцы, несмотря на то, что мое тело физически развито, не могу себе сделать вывих или растяжение. Почему я это не могу сделать? Казалось бы, моей силы вполне хватит на то, чтобы вывихнуть себе плечевой сустав, лер-синут связки. Но центральная нервная система руководит действием мышц и не дает мышцам делать движение больше, чем оно может ненавредить. То есть, грубо говоря, не дает суставам выйти за рамки безопасного движения. Если подойдет даже ребенок и легким движением приподнимет мою руку вверх, я уже могу получить растяжение связок. Но сам себе я никогда не могу это сделать, потому что мои мышцы не дадут мне этого сделать, потому что организм, нервная система ограничит это движение. Теперь, если мы берем с вами инерционное движение, я делаю мах, то в этом случае мы уже не контролируем это движение через мышцы, а мы входим в фазу опасной амплитуды движения. То есть, я делаю резкий мах, и без контроля мышц и нервной системы я могу вывести свой сустав в состояние опасного и вредного движения. Поэтому, если мы хотим выполнять какие-то движения, любые движения, мы должны делать это медленно с нагрузкой на мышцы. То есть, мне нужно, например, растянуть руку или по работе плечным встам я должен поднять медленно и с усилием мышцами довести его до максимального положения, но ни в коем случае не делать это махом, иначе я могу себе навредить. Это касается не только плечевого устава, но и любых других тазобедренных, коленных или суставов нашего позвоночника. Таким образом, инерционное движение также является опасными движениями для нашего тела. Итак, подведя итог, мы с вами выделили пять вредных и опасных движений. Первое – это скручивание позвоночника. Второе – это боковой наклон. Третье – глубокий прогиб, такой как кобра, собака, смотрящая вверх. Четвертое – это пассивное вытяжение позвоночника, например, вис на перекладине. И пятое – инерционное движение. И в следующий раз, когда вы захотите узнать, вредное или полезное данное упражнение, вы просто посмотрите в эту классификацию. Относится ли это упражнение к одному из них или нет. И вам сразу все будет понятно и ясно. Продолжение следует... Продолжение следует...